Тихон Демирович. Вселенная схрона. Новый год в Карелии. Внимание! Разврат, трэш и абсолютное безумие. Строго 18+. Карелия. Край бесконечных лесов, холодных скал и отчаянных людей. Святое место для всех выживальщиков. Именно сюда приехала встречать Новый год одна московская семья – Василий и Александра. Их семейная лодка села на мель, годы потушили былую пылкость. Психотерапевт посоветовал сменить обстановку, уехать на выходные в романтичное место, дабы освежить свои отношения. Родевые игры непеременно решат вашу проблему. Что может быть романтичней, чем пройти путем могучего Санька и схрона? Василий слушал книгу Шишковчука «Схрон» в озвучке проводника и альтернативы не рассматривалось. Через интернет арендовали коттедж в Карелии и начали готовиться к пробуждению страсти. Накупили разных ништяков. Тактические трусы, тактические носки, съедобное женское белье, наручники с мехом. Дилда на ремешках. На всякий случай, если романтика чрезмерно разодорит Александру. Василий помнил, как не справлялся с чрезмерно ненасытным, как ему казалось, аппетитом Александры в медовый месяц. Потом все наладилось. Ну или Александра просто смирилась. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Эх, журавль, журавушка. Думала Александра, что в семье это не главное. Журавленок мой сладенький добытчик, где винишко в клювике принес. Устал, наверное. Идти на кухню, я ужин приготовила. В общем, семья как семья. Не хуже и не лучше других. Василий готовился основательно. Так, сколько брать водки? Не, лучше шампусика и пивасика. Напиваться не буду. У меня ответственная миссия. Тысячи маленьких васильков ждут своего часа в моей могучей мошонке. Не буду портить свой генофонд. На птичьем рынке он присмотрел жабу. А что, как в книге «Природный энергетик». А точно у нее слизь стимулирующая? Спросил Василий. Тебя как зовут? Спросил продавец. Василий? Я вижу, ты парень умный. Смотри, Василий, ужаб этой породы. А что за порода? Перебил его Василий. Примитивус мерзус. Так вот, Василий, раз в году ее слизь становится чумовым стимулятором. И сейчас как раз это время. Точно? Точняк, Василий. Русские своим не врут. Только никому. Оба под статью пойдем. Вижу, парень ты хороший. Для своих берег. Зюзя, зюзечка моя. Немудрствуя, лукаво окрестил ее Василий. Александра тоже не теряла время зря. Помада, дезик, прокладки. А, чуть не забыла Виагру. Хуже точно не будет. Растолкую и ножабу насыплю, раз он в книге узнал, что ее лизать нужно. Эээ, я лизать ее не буду. Посидим на дорожку. Они присели. Поезд прибыл согласно расписанию в 17.00. Они вышли на заснеженный перрон, вдохнули морозный карельский воздух. Смеркалось. Люди суетно тащили по клажу. Кто-то обнимался, встречая родственников и знакомых. Кто-то прощался. Проводница с важным видом топталась у входа в вагон. От вокзала их ждал транспортур фирмы «Карельские кряжи». Василий включил прокаченное зрение Санька и разглядел указ мужичка с картонной табличкой с их именами. Подхватив сумки, Василий устремился к нему. «Вы представитель турфирмы». «Фирмы? Ну, стал быть, я». «Саша!» Крикнул Василий супруге. «Вы оба мужики, что ли? У меня должны быть баба с мужиком. Двух мужиков не возьму». «Нет, Саша, жена моя. Александра». «Саша», — представилась девушка. «А вы случайно не Егорыч?» Спросил Василий. «Можешь и Егорычем кликать», — загадочно ответил встречающий. Это был крепкий худощавый мужичок неопределенного возраста. Если бы не его бодрость тела и духа, то явно Путин ему в сыновья годился, а может и во внуки. «Смотри, вылитый Егорыч из книги!» Тихо шепнул он Саше. «Круто, прям как в скроне!» «Ну, пошли, что ли, туристы?» Егорыч небрежно швырнул картонку в урну. «Машина ждет!» Машиной оказалась старая газель, изрядно покрытая желтыми пятнами коррозии. Бумажка с надписью «Бокзал-поселок 50 рублей за стеклом» выдавала в ней маршрутное такси. «Это наша машина?» Разочарованно спросила Саша. «Круто, да? Добро пожаловать в мир безумия и жести!» С нескрываемым возбуждением сказал Василий. Распахнулась отъехавшая раздвижная дверь, обнажив вход в уставший от времени афидронов салон. Из машины вышел здоровенный детина и жестом предложил войти. «Добро пожаловать в этот, как его, трансфер, епта!» Он стал угрюмо запихивать сумки между сидений. «Ваван?» Удивился Василий. «Не помню, на, чтоб мы на бордершафт пили, Володя, на!» «Окей, Вальдемар!» Переиначил Василий именно германский манер. «Какой я тебе Вальдемарна!» Зло посмотрел на него водитель. «Да не ерепенься ты! Это, кажется, по-польски он тебя!» «Ладно, дамы вперед!» Василий галантно взял Сашу за руку и помог войти. Саша устроилась в потертом кресле. «С наступающим!» Раздался голос из глубины салона. «Ой, кто это?» Испуганно спросила Саша. «Жена моя, Клавка, не пустила одного на!» «Ревнует!» С гордостью произнес Вован. «Поехали, на!» Дверь силой захлопнулась, Саша вздрогнула. Егорыч перекрестил машины и уселся рядом с водителем. И они поехали, оставляя за собой след из поземки. Коттедж. Не так. Коттеджем оказался дом лесника Егорыча, старая, но крепкая изба. Надо сказать, неплохо обустроенная всеми атрибутами современной жизни, но все же изба. Александр и Василий недоуменно переглянулись. «Ну а что вы хотели? Все заказано еще с лета. Новый год растудеть его в коромысла!» Первым заговорил Егорыч, понимая, что слово «коттедж» не совсем подходит к тому помещению, что сдал им через турфирму. «Если не устраивает, деньги верну и отвезу на вокзал!» Егорыч блефовал. Деньги он давно потратил, но понимал, назад поезд будет завтра. И встретить Новый год на вокзале еще хуже. Приняв паузу за согласие на вселение, он крикнул Вовану. «Ну, че стоишь столбом? Сумки неси ихние! Располагайтесь! Уверен, вам понравится!» В духовке разогревался жареный гусь. Саша хлопотала на кухне. Ловкая орудая ножом, она готовила салат. Василий сидел на диване, уткнувшись в планшет. «Опять ты в него пялишься?» «Да тут новая серия схрона вышла у проводника новогодняя!» Отложив свое занятие, Саша убежала в душ. Вернулась она почти на Гая. Единственное, что на ней было надето, короткий передник с рюшами, лишь частично прикрывающий ее тело. Казалось, размер был детский или рассчитан на хрупкую азиатку. От этого на ней он смотрелся нелепо, но это лишь разодорило Василия. Она повернулась спиной и продолжила резать огурцы для салата. В задней части конструкции передника находилось только две веревочки, аккуратно завязанные бантиком чуть выше талии. Саша сноровисто орудовала ножом, напевая мелодию «Кажется Джингл Беллс». «Колокольчики, колокольчики, извините всю дорогу! О, как это весело ехать!» Саша притоптывала ножкой прямо как лошадка, или как стриптизерша, или как... Василий отложил планшет в сторону. «Да, детка!» Он тоже закивал головой в такт мелодии. «Сегодня ты какая-то... строптивая! Тебя следует укоротить или наказать!» «Или наказать, а потом укоротить!» Его мысли прервала Саша. «Ты с маслом будешь или с майонезом?» Она обернулась игриво, словно хищница откусила кончик огурца. Потом мурлыкнула и провела рукой в воздухе, как царапающая кошка. Василий непроизвольно сглотнул. «Лена!» ответил он вопросом. Саша вопросительно взглянула на него. «Ты что, уже жабу лизнул?» предположила она. «Нет, а давай сегодня я буду называть тебя Лена, а ты меня Санек!» В голосе Василия чувствовалось волнение. «Кстати, где Зюзя?» «Сейчас принесу!» Саша демонстративно уронила полотенце. «Я такая неловкая!» Она повернулась к нему спиной, медленно нагнулась, не сгибаясь в коленях, подняла полотенце и зашагала в спальню. Саша достала из коробки жабу. Руками трогать ее не хотелось. Она взяла полотенце, обмотала жабу, подняла и поднесла к себе. «Жаба как жаба!» Подумала Саша и высыпала толченую виагру на липкую спину Зюзи. Порошок пропитался слизью, образуя расширяющий кровеносные сосуды гель. Зюзя закрыла глаза и широко раскрыла пасть, словно подавилась и пытается отрыгнуть. Затем случилось странное. Зюзя плюнула в лицо Саше. «Фу!» Саша брезгливо бросила жабу в коробку и побежал умываться, но попавшая на слизистую оболочку рта липкая слизь уже начала впитываться в кровь. Продавец обманул Василия. Никакими стимулирующими галлюциногенными свойствами жаба не обладала. Если не считать виагру, насыпанную на спину, однако ни он, ни даже маститые жабоведы не знали, что в слюне жаб находится сильнейший афродизиак. После зимней спячки есть короткая пора весной, когда водоемы переполнены живительной влагой и можно смело откладывать икру. Потом они обмелеют, и головастики не смогут подрасти достаточно, чтобы жить на берегу, поэтому нужно торопиться. Природа веками естественного отбора нашла способ решить эту проблему. Чтоб сонные самцы быстро приступили к размножению, у самок в слюне стал вырабатываться препарат, стимулирующий выделение мужских гормонов и либидо одновременно. На самок жаб он не действовал, а вот на самок хомо сапиенсов оказался даже очень. По телу Саши пробежал холодок, она побледнела, во рту пересохла. Саша вернулась в зал, молча открыла пиво и выпила залпом полбутылки. Алкоголь только усилил действие афродизиака, в свою очередь афродизиак усилил действие алкоголя. Щеки Саши зарумянились, на лице расплылась надменная улыбка. Вторым заходом допила пиво, громко рыгнула и небрежно произнесла. «Иди в спальню, Санек, тебя Сюзи ждет. Я ща к вам присоединюсь». Саша икнула. Потом зашла в туалет и стоя помочилась в унитаз. В памяти Василия пронеслись советы семейного доктора. Романтическая обстановка, ролевые игры. Василий было заподозрил неладное, но любопытство, сильнейшее из чувств, взяло верх. Василий пошел в спальню. «Что может сделать с остальной волей прокачанными мышцами Санька человеческая самка?» думал он. «Да будь их даже две». Василий вспомнил о Зюзи. «А после стимулятора и полка Амазонок мне не ровня». Василий слезал со спины жабы Виагру. Вошла Саша, крутя на пальцы наручники. «Вы арестованы, гражданин». «За что, офицер?» «Вы заставили девушку ждать». Он вытянул навстречу ей руки. Она покачала головой в стороны. «На живот, пациент». Пока он прикидывал возможные сценарии развития событий, наручники замкнулись на его руках и ногах. Он лежал лицом вниз в позе парашютиста до открытия парашюта. «Может, зачитаете мне мои права, офицер?» «Завали пасть!» Неожиданно низким голосом сказала Саша. Движения ее стали резкими, грубыми. Гормоны действовали в ее крови, первобытные инстинкты вырвались наружу. Саша уже не принадлежала себе. Лишившись и рассудка, и воли, это была машина для размножения, секс-терминатор. Позиционируя себя самцом, но не имея инструмента для решения этой задачи, она схватила дилда, застегнула удерживающие ремешки. «Больше нет препятствий к оплодотворению», решило одурманенное сознание. «Я выполню предназначение, закодированное природой. Сегодня ты будешь моя сучка. Сегодня ты отложишь оплодотворенную мною икру. Мы наполним все океаны нашими головастиками». До Василия наконец дошло, куда завела его дорожка выживальщика. Тем временем, Виагра начала действовать, на глаза изнутри надавила, кровь стала приливать конечностям, поднялось давление. «Саша, давай поговорим! Саша, не делай непоправимое! Саша!» «Заткнись!» Саша шлепнула его по афидрону. Тридцати минутами ранее дом Вована. «Ну, чтоб стоял и деньги были!» «А тебе, Егорыч, не поздновато о деньгах думать?» Поинтересовалась Клава. Вован улыбнулся. «Что? Пенсии не хватает?» «Деньги Клавде и пенсионеру и молодому за всегда лишними не будут. Оно вон зубы себе сделать хочу. Надоело жевать на одном боку». «Так ты поэтому халупу свою сдал?» «Продолжила она». «И поэтому тоже. И чтоб с вами, значит, Новый год справить. Все честь по чести. А то сиди по своим норам в гости ходить перестали. Володь, сходи в машину. Возьми беленькой бутылочку с морозца. Новый год проводить надо». Володя ушел, но быстро вернулся. «Ты че, Володя, смурной такой? Привиделось чего?» Спросил Егорыч. «Там это, туристы сумку забыли. Вернуть бы надо, на». «Завтра, Володь, проснемся и прокатимся к ним», предложила Клава. «А вдруг, что важно, на, не по-человечий. Люди к нам издалека приехали, яс». Возразил Вован. «Да, уважить надо москвичей». Егорыч сочувственно нахмурился. «А остановят, тебя же прав лишат», настаивала на своем Клавдия. «Да тут ехать-то». Вован надел шапку. «Погодь, я с тобой поеду, дом заодно проведаю. А что, вдруг спалят?» Привел Егорыч нелепый аргумент. «Ладно, поехали уже», сдалась Клавдия. Егорыч ставил ключ в замочную скважину, дверь беззвучно открылась, и к взору предстала картина, которая не помещалась в сознание. За свои нескучно прожитые года казалось увидено многое, еще больше услышано, но такого от москвичей они явно не ожидали. Василий лежал на животе, пристегнутой кровати, доминировал явно не он. На нем сидело женоподобное существо, европеоидной расы, в переднике с членом афроамериканца. «Это че за на?» возмутился Вован. «Срамота!» Егорыч сплюнул на пол. «Ого!» задумчиво прошептала Клава. «По-по-ги-те!» взмолился Василий в так движением существа. «Кому?» переспросил Вован. «Да оттащите вы ее!» Вован и Егорыч переглянулись и бросились спасать остатки поруганной чести Василия. Двоим мужикам с трудом удалось оттащить Александру от мужа и затолкать чулан. Клавдия отстегнула наручники, Василий вскочил и натянул спортивные штаны. Действие Виагры еще не закончилось, и штаны неестественно топорщились. Клавдия покраснела и опустила глаза, на ее лице застыла улыбка Моны Лизы. Из духовки повалил густой дым от подгоревшего гуся. Клавдия побежала его тушить. «Может, чаю?» предложил Василий. «Хорошо, дом спалить не успели». Егорыч тнул Вована в плечо. «Пора нам!» В телевизоре зазвучал бой курантов. «С Новым годом!» «С новым счастьем!» Пожелал Путин с экрана и, подмигнув, поднял бокал шампански. С Новым годом, друзья! С новым счастьем!